Винникунка, она же Монтане де Семи Танам, Монтане де Калорос или Радужная гора Перу. В Перу есть волшебное место, попав в которое вы окажетесь в радуге цветов. Речь идет о Монтане де Се де Калорос. Но географическое название Винникунка – это гора высотой 5200 метров над уровнем моря, которая является частью Ант. Винникунка, или гора семи цветов, является одним из самых красивых зрелищ, которые может предложить природа. Как говорят посетители, кажется, что она украла палитру цветов у художника и разбросала их, создавая радуги – от охры до оранжевого, от лазурного до фиолетового. А еще зеленые, желтые оттенки перепутываются между горами. Винникунка долгое время находилась под толстым слоем льда, и после того, как он растаял, появилось такое природное творение. Миллионы лет назад здесь образовывались такие материалы, как железо, доломит, серо, медь и гематит, которые создают этот эффект. Отправившись в маршрут по разноцветной горе, по пути вы можете встретить местные общины, а также множество красивых животных, живущих в дикой природе, таких как альпака, лама или викунья, населяющие плата на протяжении веков. Большой барьерный риф Австралия. Этот большой барьерный риф является единственным на Земле, который можно увидеть из космоса. Расположен он в северно-восточной Австралии. Это огромная сложная экосистема на 2300 километров, включает в себя более 3000 коралловых рифов, коралловых островков и сотен других островов, больших и малых, со сверкающими белыми песчаными пляжами. Хоть огромную красоту можно наблюдать уже на поверхности, истинная красота кораллового рифа находится под водой. Это подводный мир, состоящий из более чем 600 видов мягких и твердых кораллов, огромного количества различных видов тропических рыб, морских звезд, моллюсков, черепах, акул и дельфинов. Есть среди обитателей рифа и гигантский моллюск, вес которого может достигать 230 килограмм. Открытие барьерного рифа связано с именем Джеймса Кука, одного из величайших морских исследователей. Когда он находился в плавании в океане, в какой-то момент корабль застрял между кораллами и был поврежден, что заставило экипаж оставаться на месте в течение двух месяцев и ждать, пока корабль починят. За это время исследователю удалось изучить эту фантастическую экосистему, а затем и поделиться открытием со своими коллегами. Лагуна Бакалар, Мексика. Лагуна Бакалар, также известная как Лагуна Семицветов, расположена в юго-восточной части Мексики, примерно в 30 километрах от границы с Белизом. Название местности Бакалар дословно переводится как «место, где восходит солнце». Есть также версия, окруженной камышами и другие. Еще одно название – Лагуна Семицветов. На самом деле, семь – это количество не цветов, а оттенков синего, которыми играет вода. Благодаря молочно-белому песку дно настолько яркое и кристально чистое, что придает лагуне все семь оттенков, даже когда небо затянуто тучами. Здесь, на берегу лагуны, живут одни из самых богатых личностей во всей Мексике. А недалеко от Бакалара, примерно в 4 километрах, находится также Сенот Азуль, он же Голубой Крот. Здесь находится Сенот – своеобразный колодец, образовавшийся в результате обвала свода пещеры. Сенот Азуль является крупнейшим в своем роде. Его диаметр – 185 метров, а глубина – почти 100 метров. Каньон Антилопы, США. Каньон Антилопы, несомненно, является одним из самых популярных туристических направлений на всем американском юго-западе. Он также является частью племенного парка Наваха на озере Пауэлл, расположенного в 10 минутах к востоку от Пейджа, недалеко от границы Аризоны и Юты. Этот древний щелевой каньон практически не видим снаружи, но, войдя в его секретную дверь в пустынной скале, вы обнаружите глубокий извилистый коридор, который проведет вас через несколько больших комнат из песчаника с мягким песком. Каньон Антилопы является единственным местом, известным своей волнистой структурой. В полдень, когда солнце светит, лучи света прорезают каньон, освещая узкие стены оранжевого и золотого песчаника, создавая необычный вид. Соляная пустыня Салар-де-Уюни, Боливия. Самый большой соленый простор на планете представляет собой сюрреалистическое царство миражей с его сухим ландшафтом, отражающим небо так, будто это зеркало. Находится Салар-де-Уюни под сводом неба Боливийского плато. На высоте более 3600 метров. По пути к Салару вы пройдете около десятка высокогорных озер, включая огромную лагуну Колорадо, известную также как озеро 50 оттенков красного, и зеленую лагуну. Здесь минералы и водоросли заставляют озера иметь цветовую палитру от аквамарина до цвета ржавчины. Одна из самых интересных вещей здесь – это многочисленные стаи фламинго, которые населяют их. Большая часть территорий, охраняется и входит в 7150 квадратных метров национального заповедника анской фауны Эдуардо Авароа. Большинство посетителей встречают также многочисленных прирученных хлам по пути. Если вам особенно повезет, вы также можете столкнуться с Рей, южноамериканским родственником страуса, дикой кошкой или одним из нескольких видов птиц. Скала из-за Котроля, Норвегия. Тонкий скальный отрок, который простирается в пустоте над озером Рингедалсватне. Тралтунга является одним из самых фотографируемых природных элементов в Норвегии и одним из самых популярных походных маршрутов в стране. Несмотря на то, что место является одним из самых инстаграмных в мире, поток туристов значительно уменьшился после 2010 года. Виную тому сломанный фуникулер. С тех пор для того, чтобы сделать селфи в самом живописном месте Норвегии, приходится преодолеть 12-километровый поход. Скалы Баянзак. Пылающие скалы. Монголия. Фламинг Клиффс. Так в английском варианте называют скалы Баянзак в районе пустыни Гоби в Монголии, что дословно значит «пылающие скалы». Здесь в 1924 году американская экспедиция совершила сенсационное палеонтологическое открытие, обнаружив впечатляющее количество находок, включая яйца, кости и целые скелеты динозавров и многих других неизвестных до сих пор видов. Скалы прекрасны сами по себе в дневное время, а также при закате, когда они переливаются всеми оттенками красного. Ночь здесь и еще одно произведение искусства, потому что звезды в этой местности словно рассыпаются по небу. Тречиме де Ливаредо. Италия. Тречиме, дословно три вершины или три пика. Лаваредо в Южном Тироле является символом доломитовых Альп и настоящей природной достопримечательностью. Вершины Лаваредо расположены в природном парке Трезубца, а в 2009 году они были объявлены объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Самая высокая вершина – Большая Цинная, расположена по центру, составляет 2999 метров. Западная вершина – Западная Цинная – 2973 метра. Самая маленькая – Малая Цинная – 2857 метров. Первое восхождение альпинистов здесь было в 1869 году и с тех пор это одно из самых популярных мест для данной активности. 12 апостолов. Австралия. 12 апостолов – величественные известняковые столбы, когда-то соединенные с утесами материка, стоят в океане вдоль знаменитой Австралийской Великой Океанской дороги. Волны и ветер превратили их в пещеры, затем в арки и поглощали их до тех пор, пока они не превратились в колонны высотой 45 метров. В настоящее время на самом деле осталось только 8 апостолов. Изначально это место носило название «Свиноматки» и «Поросят». «Свиноматкой» называли остров Маттенберд-Айланд, а поросятами – окружающие скальные образования. Местные жители же их всех называли «двенадцатью апостолами», но отдельные утесы не носят имени конкретного библейского апостола. Предполагается, что образования, которые в настоящее время можно увидеть, сформировались за последние шесть тысяч лет или около того. Национальный парк Ленсойс-Мараньянсис, Бразилия. В Бразилии он считается одним из самых загадочных мест в мире. Огромная территория здесь покрыта большими песчаными дюнами, которые могут достигать 40 метров в высоту. В сезон дождей здесь выпадает 300 раз больше осадков, чем в знаменитой Сахаре. Вода скапливается между барханами, образуя множество лагун, которые создают уникальный по красоте пейзаж – бирюзовые, зеленые и синие зеркала озер среди белых песков. Название парка в переводе с португальского означает «простыни мараньенсис». И если смотреть на парк с высоты птичьего полета, то может показаться, что снизу расстилается огромное белое покрывало, которое треплют порывы ветра. Здесь проходили съемки некоторых эпизодов известного сериала «Клон», а легенда гласит, что ранее на этих территориях проживали племена индейцев, чьи поселения однажды целиком засыпало песком. Если вам понравилось данное видео, не забудьте поставить ему лайк и подписаться на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok